Кубка Европы по бадминтону Пункт 9 по счету международного турнира Харьков Интернешнл составил рекордные 25 тысяч долларов. Еще один рекорд – это количество стран-участниц. В нынешнем году за награды в одиночной, парной и смешанной категориях сражались около 200 бадминтонистов из 34 стран. Впервые в Харьков приехали спортсмены из Австралии, Иордании, Египта, Финляндии, Нидерландов, Латвии и Узбекистана. Организаторами масштабных соревнований стали Национальная и Харьковская областная федерации бадминтона при поддержке областных и городских властей. Это мегапопулярный вид спорта в краинах Азии. Это популярный вид спорта в многих европейских краинах, в частности Дания, Великобритания, Франция. И поэтому мы хотим, чтобы в Украине так же очень динамично развивался этот вид спорта. Мы, конечно же, поддерживаем со стороны городского совета этот турнир. И вот сегодня я почувствовал достаточно большое отличие от предыдущих. Во-первых, это обновленные корты. Во-вторых, практически все континенты представлены сегодня у нас в Харькове на турнире. Конечно же, в этом есть и большая заслуга федерации. Никогда я на своей памяти не помню такого большого поддержки, такого большого внимания к турниру в Харькове. Среди участников Харьковского этапа континентального кубка традиционно было немало звезд мирового бадминтона. На этот раз звездный десант возглавили вице-чемпионы Европы датчанин Иохим Персон и швед Хенри Хурскайнен. Сильнейшим составом во дворце спорта Локомотив были представлены и хозяева кортов. Всего же на турнире выступило около 60 отечественных бадминтонистов. Титульным спонсором Харьковского этапа Кубка Европы стала известная английская компания RSL, которая специализируется на изготовлении ракеток, баланов и экипировки для бадминтона. Мы надеемся на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество с Национальной Федерацией Бадминтона Украины. В ходе переговоров президент Федерации Алексей Днепров убедил нас, что у такого зрелищного и динамичного вида спорта, как бадминтон, хорошая перспектива развития в вашей стране. У нас много совместных интересных планов и я уверен, мы сумеем их реализовать. Мастерство, родные стены и поддержка болельщиков помогли украинским бадминтонистам завоевать три бронзовые награды RSL Харьков Интернешнл. В мужской одиночной категории третье место занял участник Олимпийских игр в Рио-де-Жанейро Артем Почтарев. Подопечный заслуженного тренера Украины Геннадия Махновского на домашних кортах был первым всеянным номером. Он поочередно снял с турнина дистанции соперников из Голландии, Индии и Германии, а в полуфинале уступил в решающей третьей партии будущим победителю турнира Чеху Яну Лоуда. Всегда хотелось бы большего, но если посмотреть все мои предыдущие годы выступления этого турнира, то есть за 9 лет, это, наверное, мой самый лучший результат на этом турнире. Большая ответственность на меня, и мне очень тяжело на домашней рейне играть. В дальнейшем возьму этот опыт с собой в будущее и буду уже как-то с этим справляться все лучше и лучше. В женской парной категории харьковчанка Елена Прус поднялась на пьедестал почета вместе с Юлией Казариновой из Николаева. Украинки преодолели три круга, а за выход в финал проиграли в двух партиях первому дуэту турнира и будущим триумфатором парного разряда Аманди Хокстрюм и Клари Нистат из Швеции. Еще одну бронзу хозяевам принесли Валерий Атраченков и Елизавета Жарко. По дороге в полуфинал харьковский тандем победил три пары, в том числе и лидеров посева из Индии. В одной второй финала смешанной категории Атраченков и Жарко встречались с польским дуэтом Павел Смеловский, Магдалена Свирчинска и первую партию выиграли в 21-16. Во второй партии украинцы имели два матчбола, но не сумели реализовать их, потерпев досадное поражение в 21-23. А затем также на больше и меньше харьковские бадминтонисты отдали и решающую партию. После победы над первыми сейными индусами в тяжелой борьбе, конечно, хотелось бы поляков обыграть, тем более у нас был шанс, у нас был матчпоинт, но, к сожалению, мы не смогли его реализовать и немножко расстроились вчера в полуфинале. Но в целом, если смотреть на наше выступление, то есть мы обыграли сеянных игроков, которые в рейтинге выше, чем мы. То есть мы показали, что можем выступать на высоком уровне, и я этим довольна. В женской одиночной категории лучший результат из Украины показала Валерия Рудакова. 17-летняя харьковчанка прекратила борьбу в третьем круге. А вот раундом ранее она заставила зачеклить ракетку одну из фавориток женской одиночки Индуску Кришну Прию Кударабали, победив ее в двух партиях. В миксе Рудакова и Иван Мединский остановились во втором круге. Женский одиночный разряд выиграла турчанка Азье Байрак. В финале она в упорной борьбе дожала свою соотечественницу Алию Демирбах третьей партии. Две победы на Харьков Интернешнл были на счету бадминтонистов из Индии. В мужском парном разряде первенствовали Кришна Прасад, Гарага и Друф Капила. В финале они в двух партиях одолели немецкий дуэт. Что касается украинцев, то в этой категории лучше проявили себя харьковчане Виталий Конов и Александр Шмундяк, которые выбыли в третьем круге. Индийские же бадминтонисты свою вторую победу на турнире добыли в миксте. Год назад Саурабх Шарма и Анушко Парих уже играли во дворце спорта Локомотив в финале смешанной категории, но заняли второе место. На этот раз Шарма и Парих завоевали заветный трофей. В титульном поединке они сломили сопротивление поляков Павла Смеловского и Магдалены Сверчинской 18-21, 21-19 и 22-20. Финальный матч был очень сложным, но в решающий момент мы смогли совладать с нервами и добились желаемого результата. Безусловно, было огромное желание разменять прошлогоднее харьковское серебро на медаль из более благородного металла, и я рада, что мы справились с этой задачей. Я думаю, в финале каждая партия была решающая, поэтому не могу сказать, какая из них была ключевой. Отмечу, что в польском дуэте очень высокий игрок, и мы старались не поднимать высоко валан, чтобы не дать им играть свою игру. Сам турнир в очередной раз порадовал высоким организационным уровнем. Отменная спортивная арена, новые корты, прекрасные условия проживания, подача транспорта – все было продумано до мелочей. Нам очень понравилось, за что организаторам отдельная благодарность. Победители в одиночном, парном и смешанном разрядах РСЛ Харьков Интернешнл заработали по 4000 рейтинговых очков. Впрочем, турнир в очередной раз принес пользу не только его триумфаторам. Возможность попробовать свои силы в поединках с маститыми соперниками получили многие перспективные молодые украинские бандминдонисты. Для них это все и делалось. Для наших спортсменов, которые не часто выдается возможность встретиться с зарубежными игроками, получить этот международный опыт и так далее. То есть я считаю, что для них это очень хорошая школа. И игры, и посмотреть они научатся, и не только как выигрывать, еще и как себя вести. Это тоже очень важно в бандминдоне. Задача минимум выполнена, но, конечно же, мы хотели бы бороться за золотые медали. Но уверен, турнир показал, что потенциал у наших бандминдонистов есть. И я думаю, что в следующем году будут результаты лучше. И я думаю, будем прогрессировать позитивно на других международных турнирах. В следующем году состоится уже 10-й международный рейтинговый турнир «Харьков Интернешнл». А учитывая, что год будет предолимпийским, на юбилейные соревнования наверняка стоит ожидать еще больше как стран-участниц, так и звезд мирового бадминтона. Субтитры подогнал «Симон»!